Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, Убийца Королей. Как вы видите, я немножко прибарахлился, я закрафтил себе доспехи из панциря Кейрана. Я в него напихал, тут, как вы видите, то, что у меня было, кольчужные накладки, некоторые. То есть, довольно неплохая такая штука получилась, плюс 13 брони, 50 к здоровью, 32 сопротивление горению, 33 сопротивление кровотечению и 30% сопротивление отравлению. То есть, в принципе, неплохо. Я себе оставил вот этот меч, который я купил или скрафтил, не помню, по-моему, я его купил. По-прежнему этот серебряный меч, потому что мне не хватает серебряной руды. И надо бы сапоги какие-то получше найти. У меня тысяча денег, потому что я крафченое продавал. То есть, у меня было много очень масла, много очень ткани. И я там крафтил, продавал, крафтил, продавал. Что это такое? Посмотри, что у меня... Ты, да, ты покажи мне, пожалуйста, что у тебя есть? Кстати, да. Железо. Говно. Давай так смотри. Руны у тебя есть. Давай сюда всю серебряную руду. Мне там нужно восемь. У меня, судя по всему, сейчас ее только семь. Да. Печально, печально. Что ты еще умеешь? Так, один у тебя меч я этот купил. Больше тут ничего нету. Короткий меч Эндир, но вот этот я у тебя купил. Хорошо, ладно. Ловушки. Ловушка на гарпии. То есть, тех бомб, что я тебе продавал, уже нет. Это плохо. Так, я там еще нашел по этому городу кучу рецептов, поэтому, блин, все довольно неплохо. Но, к сожалению, у меня нету... Вот. Вот. Вот то, что я хочу. Я там еще видел у торговца, конечно, доспех из драконии чешуи. Уже собраны, уже готовы. Это легендарный предмет, насколько я помню. Очень крутой, но пока, в данном случае, мне очень импонирует вот этот доспех. Доспех Драугра. По завершению кампании мы получим вот эти вот два ингредиента. Но, блин, мне при этом надо дособирать дратвы и накрафтить еще крепкого сукна. Ведьмачий меч это не то. Вот этот я скрафтил себе. Клепанка. Да. Вот. Не хватает буквально одной серебряной руды. Плохо. И, в принципе, больше тут ничего такого нету. Можно еще эту накладку скрафтить. Но она мне не нужна. Поэтому... То есть у меня уже все слоты на броне забиты. Да, вообще это жаба. Пойдемте, пойдемте. Но ты лучше придумал. Искать этот... Магический предмет, потому что, как вы помните, в следующей... В прошлой серии, господи сути, мы нашли... Лечением занимаешься, да? Филиппа. Не отрываю. Я слушаю, ведьмак. Что это за девушка? Цинтия. Чародейка на поводке. Отличное определение. Значит, вы и ошейники используете? Поводок — это связь между чародеем и его помощником. Да, название немного странное, зато довольно точное. Цинтия пользуется моей силой, моими заклинаниями. Она передает мне энергию, а заодно учится. Довольно удобно. В этом нет ничего унизительного, кроме названия. Но ведь ты пришел сюда не для того, чтобы поговорить о Цинтии. Ну, я нашел бессмертник. Я нашел бессмертник. Прекрасно. И что? Ты хотел поговорить? Я ищу Трис. Я ищу Трис. Лето заставило ее телепортироваться в окрестности Вергена. Лето? Убийца Фольтеста. И, возможно, Димовенда. Ты поможешь мне его найти? Разумеется. Мы, чародейки, должны держаться вместе. У нас слишком много врагов. Трис связывалась с тобой из Флодзема по мегаскопу Шиалы Детонсервиль. И с тех пор я о ней ничего не слышала. Ты можешь засечь ее с помощью мегаскопа? Мегаскоп реагирует на ауру человека. Будь у меня что-то из ее вещей, я могла бы ее поискать. Вы были с ней близки. Может, у тебя есть ее вещи? У меня нет ничего такого. Хм. Один местный забулдыга рассказывал, что встречал рыжую женщину, которая появилась так внезапно, словно упала с неба. Вдруг это наведет тебя на след. А ты раньше об этом сказать не могла? Пьяные, что только не рассказывают. Один вот уверял, что его собака пишет стихи. Может, это пьяные бредни. Но я не исключаю, что нестабильный телепорт выбросил Трис рядом с городом. Если никаких следов больше нет, я поговорю с пьянчугой. Ты знаешь... Я не вожу знакомств с забулдыгами. Спасибо. Возвращайся. Это не все, Шиала. Ой, какая Шиала. Господи, Сусти. Ладно. Забыл, как тебя зовут. Ну, забей. Магический артефакт. Какой тебе нужен там? Ты сказала, что для лечения Саски нужен магический предмет. Есть идеи, где его искать? Как ты знаешь, такие вещи на дороге не валяются. На счастье, у этого места богатое прошлое. Битва призраков, казнь Сабрины Глевисик, заброшенная шахта. Я надеялся, ты мне скажешь что-то более определенное. Я же не прошу тебя ходить с волшебным прутиком и разыскивать зарытые сокровища. Прояви немного инициативы. Проще всего сперва поговорить с местными. Староста Бурдон знает здесь каждый камень. Может, начать с него? Ок. Но это не все. Стоять. На совете ты сказала, чтобы снять заклятие нужные артефакты. Да, я не могу их сейчас искать. Я сам этим займусь. Почему? Есть причины. Объясни мне только пару вещей. Ты заметила, что не все духи были агрессивны? Да. Большинство исчезает после контакта с аурой живого человека. Я думаю, сила проклятия постепенно завладевает душами павших и превращает их в драугиров. Это специальное ведьмачье название призраков? Демонов. Драугиры – демоны войны. Они возникают на местах особенно кровавых сражений. Это концентрированная жажда убийства и ненависти. Их можно уничтожить обычными средствами. Для драугиров достаточно серебряного меча. Но покуда действуют проклятия, будут появляться все новые. Души солдат – это ключ, зацепка. Если бы удалось изменить ход битвы... Для этого и нужны символы войны, которые принадлежали павшим в битве. Ненависть, смерть, отвага и вера. Бля, четыре штуки. Ты разбираешься в проклятиях крови? А ты? Мы имеем дело с проклятием крови четвертой степени, называемым также проклятием архимагистры. Продолжай, продолжай. Ты меня удивляешь. Проблема в том, что до сих пор я думал, что это сказка, что такое проклятие наложить невозможно. Это не так. Существует шесть подтвержденных случаев наложения этого проклятия. А есть подтвержденные случаи, когда его снимали? Всего один. Это сделала группа магов под руководством архимагистра Францески Финдабаир. Собственно, отсюда второе название проклятия. В состав этой группы, среди прочих, входила Сабрина Глевисик. Как тесен мир. Это еще не все. Проклятие, с которым боролись Францеска и Сабрина, должно было оборвать жизнь представителей династии Тесенидов, владык Ковера. Его наложил родолек Пурпурный. Абсолютно безумный, но очень способный маг. Там тоже были и затмения, и призраки. Я понял. Сабрина просто использовала заклятие этого родолега. Вот именно. Что здесь случилось три года назад? Хенсельд вторгся в Эдирн. Да только зубы обломал. Победителей не было. Конфликт Сабрины Глевисик с главнокомандующим силкой Эдвена привел к разгрому обеих армий. Огненные шары превратили поле битвы в пылающий могильник. Хенсельд обвинил Сабрину в применении запрещенного оружия. И Сабрина прокляла Хенсельда? Можно и так сказать. Подозреваю, что проклятие вышло из-под ее контроля ввиду обстоятельств. Обстоятельств? Звезды не так стали. Луна зашла за тучку. Всегда найдется отговорка для халтуры. Она наложила проклятие, когда ее собирались сжечь на костре. Ее руки и ноги были прибиты к колесу от телеги. Но у нее и так неплохо получилось. Понятно. Опыт Франциски и остальных нам хоть что-нибудь дает? Благодаря им я знаю о символах и о том, как именно действует проклятие. Может, ты мне расскажешь? В конце концов, это мне придется рисковать головой. Ты должен будешь пережить битву, а в определенный момент изменить ее ход. Не знаю точно, что тогда случится. Никто не знает. Ясно. Ясно. Пойду искать артефакты. Ладно, достаточно. Спасибо за помощь. Блин, я знаю, как выглядит только один из артефактов. Это, по-моему, то ли доблесть, то ли вера. Это знамя. А вот остальных... Это черт его знает. Ладно, давайте искать. Давайте искать, потому что, блин, квесты эти надо делать. Побыстрее снимать проклятие, побыстрее спасать Саскию и идти в бой против Хэнсельта. Этого зазнавшегося уебка. Так. Что это такое? Скалин. Я понял. Это мне нужно в таверну. Вечная эта херня. Вот как-то так. Я еще заметил там один прикол. Когда выходишь из той комнаты, медитируешь там пару часов. Помните, мы в прошлой серии были в шахте. Так вот, медитируешь там пару часов, и вот эта вот травка, она спавнится. Я расскажу про бабу, которая упала с неба. Пусти одного человека, гля, за ним уже сотня. Говорят, ты тут чудеса видал? Вот как тебя сейчас вижу. Смотрю я как-то раз на небо. Ее! А нет, за такую историю... Да заткнешься ты, наконец. Мы эту байду наизусть знаем. Я клиент. Буду говорить, что хочу. Налей мне двойного. Махакамского досмотри, чтобы без... ...бмана. Ня-а-а. Сколько ты хочешь? Двадцать шесть? Держи, у меня деньги есть. Я заплачу, но если история мне наскучит, я тебе это махакамское в гузно залью. Так, мировая выпивка, жаль. Только гузно вкуса не различает. Но ты не пожалеешь. Точно тебе говорю. Рассказывай. На той неделе прохожу я по ущелью. Люблю я, знаешь, иногда пройтись. Короче. Ну, вот, значит, иду я себе вдруг как... Жахнет. Я думаю, гроза идет, но на небе не тучки. Хм. Это ты жопая в землю треснулся. Вот у тебя в глазах и сверкнуло. До чего нажрался. Гляжу, а в ущелье люди лежат. Совсем как с неба свалились. Мужик и баба. Баба красивая была. Я даже пожалел, что она на меня не грохнулась. Что за мужик? А мужчину рассмотрел? Здоровенный бугай. Морда у него посечена, будто по пьяни косой брился. Понятно. Как выглядела женщина? Рыжая. Волосы собранные в курточке. Сапоги высокие. Чищки ядреные. Попка круглая. Только хватай и... О! Один в один твоя старуха! Заткнись! Что было дальше? Ну, так вот. Баба побилась-побилась, а встать не смогла. А этому она, видно, не нравилась, потому как он ей даже не помог. Встал над ней, сказал там что-то. Страшенный был такой, а потом пошел, как ни в чем не бывало. Ха, сиськи-то он у нее разглядел. А вот, чтобы помочь, это ни-ни. Я хотел. Почти подошел к ней, как вдруг из ущелья вылазит тролль. Бля. Страшный, как говно после ягод. Он напал на нее? Где там? Я спрятался и все видел. Сперва он ее обнюхал. Я-то думал, сожрет, а он нет. Взвалил ее на плечо, как мешок, и потопал в ущелье. Это все? Да. Сам видишь, денег зря не потратил. Ну да. Молодец. Один другого чуднее. Помог, помог. Так-с. Тут у нас есть чем? Нет. Говорят, человечья баба едва к мужику подзянет. Хорошо. Тогда давайте искать ущелье. И, собственно, три смерти. Смотри, не выделывайся. Вот эта бабенка, которая принимает травку, но, естественно, после того, мы оставляем там одну или две для эликсира, по очень хорошему курсу. Пойдем напьемся, дружбаны, до зеленых эльфов. Что случилось? До зеленых эльфов. Ты понимаешь, гребаные пташилы, мой сон нету больше. Блин, как он орет. Ты потому так глаза залил. Раньше ты мне, что ни ночь, жена снилась, покойница. Сколько лет. Пойдем нажремся. Я угощаю. Успокойся ты уже, ну, ёпта. Так, а это что такое? Это трактир. Мне нужно каким-то образом туда... Пахнет серой. Странно. Вообще ничего странного. Блин. Это же я сейчас на поле боя попаду. По хорошему-то курсу, да? У меня тут поворот какой должен быть, может? Не хочу я туда, блин, идти пока что. Там паршиво все. Смотреть тела в краснолюцких катакомбах. А какого хера? Пожалуйста, квест мне тут, что нужно. Борьба на руках, че? Где же Трис? Ну вот. А то какие-то тела, блин, в катакомбах. Оно мне надо! Сохранились и... Ого. Вроде правильно иду. А вот и Тролль. Кто здесь? Ты че, слепой? Ведьмак. Селяны наняли возьмака, чтоб меня убил? И хорошо. Убей. Только быстро, чтоб не больно. Сначала скажи, где женщина, которую ты похитил? Никого не хитил. Я Тролль. Один краснолюд видел, как ты нес людскую женщину. Глупый, Карла. Больная была. Нес. Лечил. Ласкал. Но ушла. Сначала старая, потом рыжая. Один суп остался. А что у тебя в горшке? Суп из эльфов. С луком хороший. Есть будешь? Не, спасибо. Не люблю лук. Не люблю лук. Глупый. Эльф с луком хороший. Как помидоры. Понятно. А что здесь случилось? Расскажи мне, Тролль. Сижу в ущелье. Старая тоже. Грызем кости. Вдруг с неба люди летят. Врешь, Тролль. Люди по небу не летают. Правда. Вспыхнула. Грохнула. Два люди упали. Там, где корабль дураков. Мужик здоровый, как Тролль. И тетка. Я пошел проверить. А мужик был лысый. Весь в шрамах. Восьмаку мужик нравится. Я издалека видел. Лысый был. Видел. Срам не видел. Пошел в ущелье. Рыжу оставил. Глупый. Подхожу. Рыжая стонет. Больно. Подхожу ближе. А она не бегет. Вижу, нога пухнет. Так я взял и домой. Старая разозлилась. Говорит, баба худая. А она голодная. Ну и пошла сама жратву искать. Даю рыжей пить. Ногу обернул травами. Красивая. Я ее приласкал. А она уснула. У рыжей платок был. Я его понюхал. Старая вернулась. Эльфов принесла. Оставь худую, дурень кричит. А старая говорит. Отдай тряпку. А я что, не дам. Красивая. И пахнет, как я люблю. А она. Или я, или она. Я подумал. Рыжая красивая. Тряпка пахнет. Так и сказал. А старая меня побила. И ушла. Даже эльфов не взяла. А что стало с рыжей женщиной? Было ей плохо. Так была. Стало хорошо. Так ушла. Ночью спал я. Пусто. Ясно. У тебя еще остался платок рыжей женщины? Нет. Старая забрала. Эльфов оставила. Платок забрала. А куда могла пойти твоя жена? В ущелье. Она любит ущелье. Я люблю ущелье. Я ее поищу. Не убивай. Старая добрая. Только глупая. Не обижу. Я ее не обижу. Скажи, чтоб вернулась ко мне. Один не хочу. Пусто. Скажу. Но мне нужен платок рыжий. У старый платок есть. Она отдаст. Она добрая. Только пусть вернется. Хорошо. Так. И куда? Давай сюда пойдем, че. Гарпии. Да ты смердишь. Гарпии тут, конечно, как говна. Ну да ладно. Вроде разобрались. Че, я меч-то спрятал. Так. Ну вроде ничё. Ну падай ты уже. Ну господи сюсь. Да она там в ущелье аж. Ладно, че. Пошли туда поищем. Сейчас тоже Гарпии поналезет. Нет, всего лишь одна. Странно. Арена-то большая. Это не просто какая-то Гарпия. Ну давай уж и падай, ну. Ну что-то залутать? Не. Бестал. Ну ничего особо у них нет. Так. Я хоть правильно иду, или как обычно? Нет, ну иди правильно. Она ранена. Пусть ещё крови потеряет. Лучше навалимся всей кучей. Она уже ослабла. Хоро. Не стоит рисковать. Что вы тут делаете? Мы наёмники сейчас на службе короля Хенсельта. Нас на разведку послали. А я вас резать пришёл. А сейчас вон, нарвались на бешеную троллиху. А ты кем будешь? Я Геральт из Ривии. Ведьмак Белый Волк. Нам бы пригодилась помощь профессионала. Поможешь? Я вам не позволю её убить. С каких пор убийца-чудовище встаёт на их защиту? Не твоё дело. У меня квест. Оставьте её. Она у меня двух людей убила. Уступите. Она никому больше не причинит вреда. Не хочешь помогать? Так не мешай. Мы сами справимся. Троллиха должна жить. И я сказал, она умрёт. Сперва придётся убить меня. В таком случае, адью. Адью? Ну, погнали. Хватит. Мы сдаёмся. Сложить оружие. Пощади нас. Ведьмак. Король заплатит за нас выкуп. Мне не нужен выкуп. Оставьте Троллиху в покое и уходите. Ты позволишь нам уйти? Ну да. Через мглу вам не пройти. Это верная смерть. Мы, кондотьеры, смерти не боимся. Ну, туда вперёд. Ну и не нарываемся. Ведьмак прав. Командир, мы должны были найти ведьмака. Не понял. Луисова с медальоном змеи. А этот седой и с волком на шее. Вы ищите лето? Вы ищите лето. А вы знакомы? Можно и так сказать. Я тоже его ищу. Что вы о нём знаете? Шиала де Тенсервиль. Вели она нам прочесать все ущелья. Шиала? Мы ничего не нашли, кроме нескольких мёртвых эльфов. Этот лето с кем-то ещё устроили им засаду. Где это было? По ту сторону тумана. Что вам велели с ним сделать? Убить. Его и всех, кто с ним будет. Всех? Ты уверен? Такой был приказ. Блин. Ты знаешь, где сейчас лето? По другую сторону мы нашли следы. Но нас накрыла мгла. Мы потерялись и еле выбрели сюда. Ясно. Сдавайте саски. Я бы вам посоветовал податься к мятежникам. Никогда такого не делал. Я Адам Панград. По прозвищу Адью. Здесь вы долго не продержитесь. Повесят нас. Они ведь знают, что Хенсельд нас нанял. Обратитесь к Сесилю Бурдону. Он отнесется к вам, как полагается. Но на то, что он перебьет цену Хенсельда, лучше не рассчитывай. Слыхали, ребята? Идем к убийце драконов. Ведьмак говорит, что она нас не тронет. Собирайте раненых. Жопу в руки и марш вперед. Еще отряд неплохих наемников. Людь как тролля видит. Сразу убивать хочет. Убили бы меня. Точно. А ты другой. Помог. Я тебе тоже помогу. Если хочешь мне помочь, вернись к своему старику. Нет! Скотина, рыжую людишку лопать! Он один. Он без тебя скучает. Скажи ему, поздно. Может, ты знаешь что-нибудь о женщине, которая была в вашем логове? Тролль знает. Людишка уродина. И воняет. Если хочешь меня отблагодарить, вернись к нему. Тролль не хочет. Но пойдет. Ты другой. Добрый. Не такой уж я и добрый. Старый вернулась. Хорошо. Нравится. Возьмак просил. Возьмак просил, я вернулась. Цветочков. Цветочков нет. Воняют. Принесу ей птичьего дерьма. Ну, вперед. Я не силен в ваших результатах. Так. Посмотрим. Что? Вонища. 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 Смердит людьми. Спать невозможно. Понятно, понятно. Че там? Какие квесты у нас-то еще есть? Ёмая. Вечный бой. Найти знамя о бурой хоругве и меч... Вандергрифа. Затем поговорить с Филиппой Эльхард. Ребят, а я хер его знает. Честно. Где его искать? Тут какой-то корабль, я смотрю. Еще какой-то говно. Я, в принципе, недалеко от Вергена. И лучше я, пожалуй, в него вернусь. Потому как нужно поговорить... Со знатоками. Давай, доставай. Господи. Накер-воины. Да приложи его уже, блядь, чем-то. Водородец. Ну. Хорошо. Ладно. С накерами разобрались. Которые заспаунились тут из воздуха. И... Блин. А как мне вернуться в Вергена? Сюда, что ли? По карте показывают, что сюда. Ладно, пойдем сюда. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Подожди. Там же обход был. Или нет. Или да. Да похер. Пойдем там. Пойдем так, как по карте. Этого нам показывают. Тролю помогли. Тролю помогли. Наемников отправили. Добрых дел наделали. Так. Куда идти-то? Верген уже где-то... Где-то рядом. В идее. Да-да-да-да-да-да. Вот вроде бы какие врата. Знамя Бурой Хоруби. Ох, блин. Я помню этот квест. Там, по-моему, нужно доскональное... Ну как... Хоть какое-то знание про... Битву под Бренной. Это нужно расспрашивать и запоминать. То есть, внимать, в принципе, истории. Я не знаю. Может быть, я почитаю. Че, как там было, да. Потому что там дух будет задавать вопросы. Но я думаю, я вам это покажу. Потому что... Вряд ли мы сможем пропустить этот... Сей замечательный момент. Такс. Да-да-да. Вот мы, собственно, и на месте. Мне бы старосту. А староста, скорее всего, пьет в трактире. Но тогда будем выполнять квест... ...развязанный с Трис Мерри Гольд. Потому что платок я же уже добыл. Уже вечер. Уже торговая площадь закрывается. Уже закрыта даже. Филиппа там, наверное, как обычно, очень-очень важными делами занимается. Киски ласкают, блин, со своей подружкой. Ну ладно. Тук-тук. А, ты уже спишь? Ты хотел поговорить? Да. Я принес платок Трис. Ты узнал что-нибудь? Трис была здесь. Лето заставило ее сюда телепортироваться. Зачем? Можно путешествовать гораздо более простыми способами. Двое приятелей Лето, которые, скорее всего, в ответе за смерть Димовенда, затаились у Скайтаэлей, в Эйдирне. Когда во Флотзаме стало известно, что убийца королей хочет избавиться от Йорвита, тот приказал их убрать. Лето хотел добраться до своих людей раньше, чем эльфские повстанцы. Единственным вариантом была телепортация. Понимаю. Трис хотела перенестись ко мне, но не сумела. Они приземлились в ущелье. Что дальше? Лето оставил ее раненую в ущелье. Наверное, думал, что она внесет приятное разнообразие в меню троллей. А сам отправился к эльфам. Вместе с приятелями он расправился с местным отрядом Скайтаэлей. И теперь они где-то по ту сторону мглы. А Трис? Она сбежала от троллей. Все указывает на то, что она где-то здесь. Уверяю тебя, в Вергине ее нет. Она должна быть где-то рядом. Попробуй найти ее чарами. Я постараюсь. Но это займет немного времени. Ты узнал что-нибудь еще? Шиала приказала убить Лето и Трис. Этого не может быть. И тем не менее. Я встретил наемника, в котором она велела убить Лето и всех, кто будет с ним. Она имела в виду его подручных. Ты уверен, что она говорила о Трис? А ты настолько уверена в Шиале? Между ней и Трис было что-то... Это недоразумение. Может быть. Найдем Трис и все узнаем. Мне нужно немного времени. Что там происходит? Сейчас посмотрим. Ну? Так и что там происходит? Что случилось? Сына короля Димовенда. Холопы на вилы хотят поднять. За что? Прислужники дракона-убийцы распустили слух, будто Стеннис отравил Саскию. Крестьяне бунтуют, грозят самосудом. Где блядь? Закрылся в своей комнате. Дворяне стоят на страже. Холопы пока помнят свое место, но все больше распаляются. Давай и гляди, дойдет до драки. Помогите нам. Дело очень серьезное. Я предупрежу остальных тварян. Да-да-да. Это дело нужно решать очень быстро. О, блин. Псы начали ворчать на котов, коты шипят на псов, а господин на холопа. Оставь зоологические сравнения и разберись с этим. А я попробую найти следы Трис. И помни, если с принцем Стеннисом что-нибудь случится, нам нужна его кровь. Я помню. Понял. Да-да-да. Давайте как раз и прокачаемся. В честь такого замечательного события. Открывает уровень знака Акси. Блин, я не знаю, вот стоит это качать или нет. Второй уровень знака Акси. Вот ХЗ, да? Че тут есть? Да, вот это качаем 100%. Тут все норм. Затраты энергии минус 50. Вообще не волнует. Угу. Тут что? Тут вроде вообще ничего интересного. Позволяет метать ножи. Не хочу. Позволяет отбивать стрелы. Ладно, давайте жизни прокачаем. Плюс 25, плюс 100 на следующем уровне. Хорошо. Так, подождать развитие событий. Давайте-ка, пожалуй, на этом и завершим сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. С вами был Марс. Не понял. А, понял. Это я должен был сделать побочное задание. Все понятно. Ну ладно, фиксим. На этом, пожалуй, закончим. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Увидимся в следующих роликах.